так ну что я думаю нас уже слышно сейчас мы подключимся и обязательно позвоним роме надеюсь что вы все уже пришли сейчас я запущу нашу трансляцию вы увидите мой экран обязательно пишите в чат как слышно и если картинка сейчас мы отключим ok да здорово всем ребят большой привет сегодня у нас шестой выпуск сегодня мы с вами разберем персонажей хотелось бы еще раз напомнить о том что все ребята с ютуба с других площадок могут обязательно заливать свои работы в наши папки в группе vk элемент edition если же вы у нас есть дискорде то вы можете обязательно заходить в основном канале курса у нас есть папочка youtube фидбэк у нас есть папочка с курсами ромы да где вы можете выкладывать своих персонажей и рома даст на них также фидбэк либо по курсу либо же опять же бесплатный на нашем youtube канале и у нас есть демо бесплатный канал где каждый из вас прямо сейчас может зайти по ссылке ниже которая есть под видео и здесь в разделе youtube фидбэк вы можете загружать все свои работы очень важно что некоторые ребята на прошлом на пятом стриме не получили фидбэки по персонажам поэтому очень важно понимать что в следующее воскресенье к нам придет сергей васнев и он разберет то что не разобрал я по окружениям поэтому если вы отправляли окружение их не разобрали или вы хотите отправить обязательно переходите в наш демо дискорд присылайте ваше окружение и увидимся с вами воскресенье а сегодня у нас будет стрим по персонажам поэтому если вы например не знаете кто такой рома куприянов они видели его работает то обязательно переходите на его арт-стейшн роман куприянов и посмотрите что делает рома в каком качестве и естественно также у рома есть большой онлайн-курс вот давайте позвоним сейчас роме и сделаем пока что бац так сейчас позвоним роману абрамовичу 1 так ром скажи что-нибудь а я вижу ты говоришь но я тебя пока не слышу возможно это у меня так устройство вывода тра-та-та-та-та-та почему-то я тебя не слышу так да сейчас я попробую скажи еще раз что-нибудь блин это это наверное стоит а вот так а вот так вот 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 все да да тебя прекрасно слышно сделай пожалуйста демонстрацию так привет всем ребятам с чата рад вас сегодня видеть пожалуйста теперь вы напишите что вы меня слышите да так а ты пока да здесь сделай пожалуйста демонстрацию я включу экран так оп оп так и меня тут да 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 сейчас я тут найду все эти показывать участников без видео нет и еще надо нажать так вот да отлично тогда люди пишут уже привет а все слышно хорошо да я тебе тоже отлично слышу а если можешь чуть-чуть погромче или поближе или микрофон чуть-чуть на нем подкрути я тебе ты мне плохо да ну недостаточно хорошо слышишь я сейчас подкручу у себя я наоборот выкрутил пониже вот так вот 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 так намного мне мне кажется да так намного лучше вот но все хорошо отлично слова тебя представил ты можешь начинать я знаю что ты подготовил классные оверпейнты вперед еще раз всем привет ребят клево что вы пришли клево что я пришел клево марк что ты пришел супер мы собрались мне очень интересно что я сегодня расскажу сам я бы с удовольствием сам бы себя послушал и так во первых правила которые у нас здесь действуют если у вас есть вопросы задавайте их сразу не ждите потому что мы в конце устанем мы захотим оффнуть стрим без ожидания когда вы подготовитесь поэтому задавайте вопросы как только они у вас будут плюс это будет в контексте будет понятно о чем речь так будет просто эффективней вопросы сразу это полезно потом это плохо это тут все табу сразу забудьте у нас будет несколько работ скажи обязательно еще по поводу персонажа потому что персонажи у нас очень много есть и в дискорде и в к еще и ребята присылают чтобы те кто сейчас смотрят чьи работы не попали ты будешь еще разбирать ну как-то вот это смотри я вот как раз об этом говорю ребят у нас у нас есть один канал у нас есть другой канал есть вот контач и у нас группа куда в альбомы скидывают картинки приоритет у нас на мой канал вот то что в элемент эдишн ну в отдельный мой вот этот закуточек где роман купрянов где вот это вот youtube over paint и приоритета этим работам если вот вы думаете куда скинуть работу скидывайте там если вы там есть если вы приходите с контакта эти работы будут разбираться но они будут разбираться постепенно я буду специально выдергивать эти картинки чтобы чтобы люди особо не ждали я буду их как-то пытаться я буду пытаться их как-то ну я не знаю отобрать чтобы вот следующий раз возможно мы возьмем какой-то пул картинок чтобы их было больше там например сегодня мы четыре разберем следующий раз у нас будет там предположим 10 картинок я как-нибудь их разберу чтобы вот они были в одной тематике чтобы много я об одной картинке не говорил мы успели вот за полтора часа все грубо говоря обойти сейчас я покажу четыре картинки которые у нас есть вот это вот это и как раз контача вот одна чтобы все-таки ну постепенно оттуда картинки тоже приходили отлично это мы сегодня разберем опять же все будет как и в прошлый раз пока мне это нравится система я беру одну картинку на ней рассказываю больше как бы максимум информации даю а остальные они как бы попадают под по сути по то же самое я там просто буду говорить меньше по факту это все об одном и том же то есть я буду просто повторяться 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 все по сути ну вот это было вступление да здорово если хотите новой информации ну как новое если вы в общем просто чтобы лучше понимать как это работает о чем я говорю смотрите предыдущие выпуски потому что я на самом деле стараюсь не повторяться и как бы у нас вот сначала об одном потом другом а третьим поэтому какие-то вещи я буду здесь специально опускать потому что подразумевается так что они были где-то там окей если ты хочешь что-то сказать говори ну или мы приступим не не все здорово я весь внимание лично так ну все ребята мы погнали в общем у нас есть рыцарь мы не будем говорить о оригинальность вообще забудьте слово такое сейчас это нас абсолютно не интересует это просто рыцарь брони большим мечом все ну и без какого-то шлема то есть днем я не буду говорить насколько там он оригинальный неоригинальный это нас не интересует как я уже сказал мы будем говорить о том как идея выражена насколько она работает насколько она понятна лаконично читабельно и какие у меня есть конкретно к ней вопросы итак начинаем мы с проблем а то я это все описываю потом я говорю что я сделал показывая верпенд в этом челике очень большая проблема с его позой он очень странно стоит это прям смотрите я об этом принципе говорил я сейчас немного по-другому скажу база это очень важно то есть база это буквально типа это самая основа рисунка это линия этой рисунок именно в плане вот построение линии силуэта положение позы то есть основного вот шейпа вот эта база которая вам нужно которое вы должны вначале думать здесь она работает плохо потому что он какой-то косой то есть у него грубо говоря вот нижняя часть тела она в одной перспективе потом те ну верхняя часть тела на наоборот как бы вот к нам разворачивается в эту сторону а ну то есть как бы сказать если мы посмотрим грубо говоря то у нас вот примерно такой получается внизу квадрат а верхняя часть наоборот она как будто бы к нам больше повернута вот так вот и это странно конкретно здесь потому что у нас потом голова она опять же поворачивается как и нижняя часть вот так вот из-за этого у него поза очень плохо работает то есть так не должно быть она либо должна голова еще больше поворачиваться в эту сторону то есть чтобы у него лицо было какой-нибудь ну вот как-нибудь суда смотрел он так бы разворачивался как бы либо она все должно быть в одной плоскости что на самом деле тоже плохо нельзя делать никогда в одной плоскости проблема у него с рукой еще потому что она вот эта вот рука нормальная правая рука левая рука но во первых смотрите опять же повторение это плохо у нас просто вот такое положение руки и вот эта рука она абсолютно такая же это не работает нужно делать так чтобы эта рука была какая-нибудь ну я просто не знаю почему она так то есть он как будто знаешь типа держит пакет с едой вот так вот из магазина это очень нелогичное положение руки и она очень она прям вот бросается глаза когда я смотрю я почему об этом говорю когда я смотрю на персонажа я не вижу тут вот типа вот какие-то элементы вот эти вот эти вот элементы там как я не знаю как эти шейки работают я вижу вот положение руки и вижу ошибку большую именно в основе которую при сути надо править было изначально который просто быть не должно рука она должна быть как-то иначе ну то есть он может например можно вот здесь вот какой-нибудь ему дополнительный меч дать и вот он держится там за эфис предположим или он я не знаю за ножны держит и вот у него там рукоятка торчит или он например вот такое положение руки она может быть оправдана если он там плащ отодвигает вот так вот его держит но тогда вот это положение плохо и оно должно быть как-то ну иначе решено то есть он должен вот так вот как-то руку держать чтобы у нас была вот такая вот динамика они чтобы она была вот какая-то такая страна ровно видишь тебе перебивают и а ты как-то на автомате флип этот открываешь вот интерфейс photoshop а потом опять на full экран делаешь а то прям дергает так картинку или да нет я не делаю ничего блин а чё такое я я просто постоянно вижу как у меня картинку да я тоже вижу это же слушай давай я экран сейчас у меня на чисто на этом на господи ну на файле открытым я просто на photoshop его перемен давай 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 конечно я просто думал что так будет лучше ну да да я сам сейчас тоже обратил внимание он почему-то очень дергается да 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 прям жестко что-то давая чисто экран пойдет вариант действительно какая-то эпилепсия пошла ага да все драк потом плюс ноги они мы смотрим ну как бы с уровня глаз то есть у нас вознесет прямая перспектива получается и мы как зритель ну и она вот постепенно вот так вот она уходит то есть вот она перспектива идет примерно ну грубо говоря вот так вот она как-то вот так идет но при этом ноги они должны идти вот так хотя бы ну или вот так вот еще должна быть более такая усиленная перспектива для того чтобы мы чувствовали что они уходят вниз и снова здесь мы видим что они просто ну перспективы в перспективы не укладываются то есть нога она должна быть как-то вот такая вот плюс опять же они должны еще сильнее быть развернуты чтобы они не повторяли друг друга то есть она вот так так это не очень клёво я бы предложил вот эту ногу вот так вот сделать или вот эту ногу еще больше делать вот как-нибудь вот так вот чтобы у нас просто силуэт работа лучше мы его усиливаем вот такими расходящимися линиями это работает гораздо но просто визуально это работает корректнее нам это визуально проще считать мы лучше понимаем как этот силуэт работает так как у нас там с изображением нормально все да все отлично да ты можешь даже даже нажать чтобы больше видно было персонажа ну то есть экран да 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 поближе типа сделать то есть вот такие на такие вещи я в основном обращаю внимание потом я уже смотрю на что-то более на какие-то детали грубо говоря например вот у нас нагрудник почему вот он такой вот я честно говоря никогда не понимаю почему но люди такое рисуют просто это ну такая фэнтезийная пластина классическая она просто ну три треугольником то есть он когда там пытается вроде но это сделал для того чтобы он может там двигался как-то в ней но когда он согнется она на самом деле мы просто в живот воткнется вот этой вот частью то есть она должна хотя бы быть вот такая вот и там должна быть еще например пластина либо он должен быть просто цельный то есть у него при этом еще вот этот вот табард но вот эта вот тряпка она просто уходит под пластину непонятно зачем она должна быть над пластиной тогда вот как-то отсюда переходить а под вот этой железной пластины должны быть ну либо еще одна пластина либо там это туника либо та же самая кольчуга вот здесь она есть то есть как то вот это не складывается то есть вот какие-то шейпы но вот здесь вот например такой странный шейп почему вот он так сделан и но обычно хорошо повторять шейпы то есть я об этом говорил уже вот у нас здесь повторяется вот здесь повторяется вот здесь тогда он должен повторяться то есть какой-то логичности в этом просто-напросто не наблюдается вот на такие вещи уже на конкретно больше дизайнерские какие-то штуки не обращаю внимание больше именно в конце когда я уже присматриваюсь и наверное ну то есть может для кого-то это звучать иронично но на самом деле им очень важен именно изначальный силуэт как с ним работать и персонаж у нас он как бы станет это сказать ну просто прямо то есть вот мы проводим линию по сути он вообще никак не искажается его но его фигура она должна быть как-нибудь нот например он там должен быть вот в такой позе вот так вот выгибается или он должен быть там я не знаю просто ну как-нибудь согнуться например то есть хотя бы чтобы в нем было хоть какая-то динамика и вот он там не знаю опирается на оружие или я не знаю давай что тут и чем принципе можно придумать то есть он может как-то ну не знаю там одну ногу хотя бы согнуть ну или вот согнуть одну ногу другую вот какой-то какое-то должно быть у них другое иначе положение потому что это все очень прямое слишком прямая фигура на слишком скудно и чем она более такая однородная однообразный тем ее сложнее воспринимать это хорошо когда вам нужно ну какие-то вещи скрасить то есть вот вам нужно вот эту руку спрятать чтобы она внимание себе на себя не отвлекала вы делаете и от народный но нельзя делать однородным все нужно где-то акцентировать внимание это очень важно и благодаря изменению силуэта вы точно также акцентируете внимание что зрителю будет гораздо проще вот так вот цену вниманием своим просто следовать до какой-то интересной точки он лучше воспримет весь силуэт это просто лучше для него будет работать ну в общем к чему я пришел а прежде чем вот уже показал ты можешь сказать какие-то положительные вещи которые тебе понравились ты же ее выбрал тоже не случайно эту работу ну кроме того что она была дав из твоего так сказать курса канала то есть вот есть что то что у автора получилось и это действительно ну то есть плюс получилось то что в принципе она не разваливается то есть здесь нет кричащих цветов здесь хорошие ну соотношение цветов хорошие соотношение тонов принципе тоже хорошие то есть я понимаю где где тень где свет не идеально но неплохо то есть но например мы приблизим к лицу то есть вот светлая часть на ней нет каких-то сильных перепадов как многие люди рисуют то есть они рисуют вот там вот как-нибудь вот такие вот тени какие-то очень сильные или как-нибудь вот так вот все затемняют знаешь и вот тут вот еще там под глазом как-нибудь и ну короче нет каких-то сильных перепадов здесь тонально все складывается неплохо на картинке то есть вот здесь вот сейчас наверно не будет видно вот здесь вот в тени вот здесь то он светлее чем вот здесь то есть я чувствую расстояние вот теневые области вот эти они как раз хорошо смазанной поэтому я понимаю что вот они сзади то есть опять же вот здесь вот тень она не такая темная как здесь как часто люди рисуют они просто это все вот так вот замазывают и делают вот здесь вот свет какой-нибудь и ты не понимаешь а где тень то собственно на самом деле что глубже грубо говоря так уйди чел плюс ну вот силуэта хорошо на самом деле работает то есть вот опять же из-за того что здесь хорошо подобраны тона то есть то тонально очень хорошо все решено я понимаю что но там вот этот там тряпка вот опять же здесь тряпка видно я понимаю вот эти силуэты все это вот отлично как раз таки то есть в плане дизайна у меня я все вот здесь вот только не понимаю вот этот вот вот эта часть она очень такая схематичная все остальное как раз нормально все остальное хорошо в этом плане вот это очень положительная вещь. Ну и плюс в целом, на самом деле, силуэт неплохой. То есть, у нас вот есть хороший меч, то есть, по массам, в принципе, неплохо решено. Но кроме вот этой руки, ну и положения вот ноги, если бы она ещё была как-нибудь вот так вот сделана, это было бы прям круто. То есть, банально вот мы сейчас, я и потрачу, ну, я просто нарисую силуэт как-нибудь И он уже выглядит как-то, ну, поживей. Ну как, более естественно, естественно. И из-за этого вот эта вот неестественность, она не бросается в глаза, и нам проще воспринимать какие-то другие вещи на персонажа. А если мы, вот как я говорю, ну вот проблема с этим, да, торсом, вот из-за вот построения конкретно здесь ошибка просто должен быть как-то вот так. То есть, он ещё одну, так вот, у него перегиб небольшой, поэтому здесь тоже должен быть перегиб. Если мы ещё голову как-нибудь, ну, я не знаю, да хоть вот туда направим, в сторону света. Да, вот голова, мне кажется, вообще будет круто, если она, да-да-да-да-да, супер. Да, вот как-нибудь вот сюда. Ну плюс, ну, я же говорю, вот у него торс как-то немного изгибается, будет логично, если он будет вот как-то вот так вот смотреть. И это уже как-то, ну, воспринимается более естественно, чем так, чем вот так вот. То есть, у него странная поза, а вот это вот естественная поза. Ну и, в общем, что получилось? Ну и плюс, смотрите, опять же, ну, как бы, я это сделал, я сейчас только это заметил, что я нарисовал, но вот эти повторения, это неплохо. Вот такие вот повторения, это неплохо. Плохо, когда у нас вот такие повторения были, ну, вот как с этой рукой. А когда это всё, ну, как бы, работает, ну, вот на какую-то динамику, это на самом деле хорошо. То есть, можно даже, на самом деле, руку вот эту как-то сделать вот так вот, и чтобы она там, предположим, держала кинжал. И тогда у нас ещё даже лучше будет работать силуэт, потому что у нас будет вот такая вот динамика. И это будет круто. Да, динамика важна. О таких вещах нужно думать. Ну и, в общем, что получилось? Тут я просто набашил, на самом деле. Я голову украл, украл там, ну, из фоток этих, ну, броню. С чего ты начал? С чего ты начал? Да, с чего ты начал? Я не помню, с чего я начал. Я, по-моему, начал с торса, потому что вот он меня прям бесил, я вот эти штуки, такие, ну, вот этот вот треугольник, я прям ненавижу. Я, ну, плюс мне, я люблю, когда, вот знаешь, какой-то цветовой центр, он высветлен, чтобы у меня было вот это вот, ну, такая, такой градиет от тёмного к светлому, точнее, ну, от светлого к тёмному. Поэтому я начал с верхней части, с вот этой. Я высветлил вот здесь вот все элементики, забашил ещё вот сюда немножко. Потом уже я сделал рудакому, всё, у меня здесь какой-то вот динамик такая появилась, я её понял, потом я уже смог, ну, просто я это как бы представляю в голове, как это, знаешь, типа складывается. И поэтому я смог выбрать уже позу головы для него. Просто, опять же, фотку ставил, потом немножко вот смазал части какие-то, чтобы у него тень появилась под головой, высветлил, собственно, ну, вот сверху вот так вот, просто. Потом, что я делал? Ну, а потом я уже начал чуть-чуть всё остальное рисовать. По сути, ну, когда я начинаю на самом деле править, я обычно делаю вот как здесь. То есть я просто так, я просто вот так вот рисую какие-то элементы. Потом мне силуэт там нравится, не нравится, ну, я вот что-нибудь вот так вот делаю, там, не знаю, вот так вот, мне не нравится там силуэт ножик, а я, например, его вот так рисую, не знаю, нет, хуже получилось, окей, давай вот так, или можешь как-нибудь вот так. Потом уже я на это что-нибудь набашу, какие-нибудь кусочки, ну, когда-нибудь вот сюда, там сюда, и уже это начинаю обрисовывать. То есть тут какой-то сложной работы нету. Потом, ну, вот я просто рисовал, 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 пытался найти какие-то интересные акценты. Мне понравилась фотка, ну, вот с этими, с такими бордовыми прикольными ремешками. Поэтому я её вставил, потом нарисовал вот эти вот ремешки вот здесь вот. Ну, это чисто акценты, чтобы у нас, ну, потому что у нас такой, просто он серый какой-то был челик. Я сделал вот эти вот акценты, чтобы они, знаешь, ну, вот опять же, это вот такие вот линии, которые, ну, вот стрелка, у нас получается, который прям указывает, вот она здесь продолжается. Вот это плохо смотрится в этой, ну, в этой композиции в таком случае её, по сути, надо удалять на самом деле. Мне нравится ощущение такого и целостности, и так как я, например, вообще не разбираюсь в таких, в логических, там, по стране доспехов, мне кажется, он более реальный, да, то есть он более естественный, более настоящий. И вот это прям сразу цепляет в первые же секунды, что мне не приходится понимать, а как это работает. Мне кажется, на мой взгляд, мне мозг сразу говорит, о, да, это типа работает, это может быть такое. А на предыдущем концепте он всё-таки был такой фэнтези, как ты сказал, да, более? Да, да, потому что я сам люблю больше, ну, такие более реалистичные штуки. Наш мозг, ну, тут, конечно, дело вкуса, по сути, просто я люблю вот такие, потому что я считаю, что наш мозг, он лучше воспринимает, ну, реализм, потому что ты, ну, просто он на это, знаешь, заточен. Ты просто ходишь там в какие-нибудь музеи, ты просто видишь эти доспехи, ты привык к этому, ты можешь оморозить, как это работает. Как то работает, ты не можешь оморозить, и твой мозг, твое подсознание тебе об этом сигнализирует, оно не говорит, что тут что-то не так, тут какая-то фигня. Бывают фэнтезийные доспехи нереалистичные, но более рабочие, просто потому что они, ну, логичнее как-то вот сложились, ну, там, композиция доспеха, вот все эти вот линии, положение, сочленение, это просто логичней, но все равно ты понимаешь, что там, ну, есть какое-то допущение, просто оно, ну, не доходит до грани. Всегда есть какая-то грань, когда вот ты переходишь, ты знаешь, как в фильмах. Когда фильм тебе нравится, ты не обращаешь внимания на ошибки. Но когда тебе фильм не нравится, ты будешь просто их искать постоянно, ты будешь смотреть вот это, вот это, вот тебя любая фигня будет задевать. Да, согласен. Здесь абсолютно так же. Скажи, пожалуйста, по поводу... Ну, это опять же... Да-да-да, договорились. Ну, это опять же мое дело вкуса, то есть я не говорю, что там реалистичные доспехи, они лучше. Тут, ну, блин, напои, вон, посмотрите, что я рисую, там вообще его очень часто, они суперфэнтезийные, они не будут работать в реальности, просто, ну, там, типа я вот пытаюсь найти вот эту вот свою линию, которую нельзя переходить, и я стараюсь не переходить. Скажи, пожалуйста, по поводу цвета, потому что ты ушел в такой, да, красный, холодный, синий. Почему? Почему ты изменил, почему ты решил, что так будет лучше, потому что ты нашел вот этот красный и противопоставил ему холодный, или почему? Да-да-да, сейчас скажу. Сейчас, вот, секунду, погоди. Смотрите, что я хотел сказать. Как вот, например, я там, ну, типа могут быть вопросы, как я вообще делаю дизайн, то есть я смотрю на это как на просто какую-то композицию, как, знаете, вы рисуете композицию, там, из пятен. Здесь, по сути, то же самое. То есть вот я сказал, что вот у нас здесь какая-то, ну, вот у нас линия, вот у нас линия, вот у нас линия. Ну, то есть вот эти линии, они идут в одну точку, грубо говоря, вот эта вот, вот эта штука, она тоже подсоединяется ну, подчиняется этому движению. А вот эта штука не подчиняется, поэтому я сказал, что ее нужно убрать. То есть я не думал с позиции, там, не знаю, реалистичной или как она там смотрится. Я смотрю на это вот, как на композицию этих элементов, как они работают друг с другом. И это как раз приводит к вопросу, который Челик задал, этот, про, он говорит, ну как, не вопрос, утверждение с его стороны, что это концепт-арт, что там вот основная задача это показать доспехи, а положение тела это вторично. Нет, абсолютно не так. Потому что это очень важно. Ты можешь нарисовать супер неправильное тело и нарисовать на нем крутой дизайн доспеха, который абсолютно не будет работать именно за то, что изначально положение тела не читается. Смысл концепт-арта в понятности. Именно поэтому ты должен сделать максимально понятную позу, чтобы она, наоборот, ну как бы показывала, она улучшала твою, ну, твой дизайн, чтобы она вот преподносила его. То есть, это как в картинах-галереях, они картины выставляют в красивых рамках. Знаешь, там одна картина на стене целик, то есть, они не ставят вплотную друг к другу. Да, 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 согласен. Это важно, вот любая подача, она на самом деле важна. То есть, она не первостепенна, но она важна. Это просто кусочек мозаики. И об этом важно помнить. Иначе в какой-то момент ты просто будешь, ну, ты столкнешься с тем, что у тебя крутые дизайны, но люди тебе не пишут. Потому что просто, ну, это другие люди, они не понимают, вот им не нравится просто. Потому что, ну, чего-то не хватает. Я бы от себя хотел добавить то, что как раз-таки вопрос поз очень тоже хорошо и Рома на курсе рассказывает. И я помню очень старый гамроуд от Дэйв Рапозы, которого уже сто лет нигде не видно, где он тоже в гамроуде, насколько помню, рисовал персонажа и говорил о том, насколько важно именно поза. Потому что он говорит, что он ненавидит концепты, где персонажи стоят, ну, вот просто в каких-то, даже, ну, просто в позах. Он говорит, что именно поза раскрывает какую-то целостность, что это за персонаж. То есть, ты можешь изменить чуть-чуть позу, она станет более агрессивной, и это лучше раскроет потенциал твоего персонажа, без дизайна даже. То есть, поза, она говорит еще историю, да, какую-то о персонаже, как он ходит, насколько он там был закаленный в боях, может, у него ранения какие-то были. И если это какой-нибудь Бэтмен, мы его никогда сгорбленным, да, или смотрящим вниз не видим, потому что он всегда смотрит вверх, плечи, да, широко расставлены. Поэтому поза, насколько я знаю, это супер тоже, как ты правильно сказал, важная вещь. Да, да, то есть они и правильно, да, и как вот ты сказал, как, опять же, тот же парень сказал, она там показывает характер. Ну и просто она показывает, ну, она не должна мешать твоему дизайну, то есть она не должна его ухудшать, она должна его улучшать. Поэтому такие, ну, я показываю на такие вещи, как на ошибки. Что, 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 ну, просто на вещи, которые можно улучшить, не на ошибки даже. Да, что нужно, вот ты сделал шикарный овер, а что нужно сделать еще, чтобы, так сказать, его зааппровить? То есть, что... Да, погоди, погоди, давай к этому, к цвету сейчас. А, да, да, да. Так, смотри, что у нас было в начале. То есть здесь коричневый цвет такой, ну, просто, просто коричневый. Господи, вот, вот этот вот кусочек, вот этот вот кусочек, плюс у нас, ну, вот эти вот кожа, ну, там ремешки, вот эти какие-то элементы, кольчуга, они тоже коричневые, то есть у нас все такое коричневатое, доспех только он какой-то вот зеленоватый-синеватый. Мне просто, я хотел, типа, ну, что-то сделать, как-то его, знаешь, собрать больше, просто сделать акценты какие-то, что на нем, ну, в основном на нем броня. То есть, 90% персонажа это металл, грубо говоря, если мы смотрим, опять же, на это как на композицию. И поэтому я подумал, что зачем мне трогать броню, я не буду ее трогать, ее очень много, давай я трону какие-то, ну, элементы небольшие. Поэтому я решил, что я могу, ну, вот, мне понравилась вот эта вот идея, ну, с цветастыми ремешками, они неплохо подчеркивали, ну, какие-то вот места персонажа. То есть, вот у нас, как бы, силуэт вот здесь вот, он вот так вот ломается, самая тонкая часть силуэта, где пояс, ну, и, собственно, пояс у нас цветастый. Оно, как бы, подчеркивает этот элемент. Потом, ну, вот, опять же, вот эти штуки, они подчеркивают движение. Местокрепление, да. Вот это, да, вот штука, ну, то есть, как я, знаешь, как я говорил в каком-то, во втором, что ли, выпуске там, фидбэков, то, что я обычно акцентирую на конце элементов или вот на каких-то таких сочленениях. То есть, я обычно делаю акцент где-нибудь вот здесь, потому что у нас, во-первых, здесь середина руки, а во-вторых, обычно, ну, вот здесь вот конец какой-нибудь формы или где-нибудь вот здесь вот, либо, ну, вот где-нибудь на руках. Ну, вот на таких элементах где-нибудь вот на конце формы я обычно делаю какую-нибудь детализацию, какие-нибудь акцентики. Точно так же я сделал акценты, поэтому вот здесь вот, то есть, вот у нас середина формы излом, я сделал акцент. Вот здесь вот у нас середина тоже у нас акцент идет. Вот здесь вот у нас крепление акцент, то есть, я не делаю их еще. я делаю только вот здесь вот чтобы у нас ну вот здесь вот конец формы и я делаю близко к ней то есть я не делаю даже посередине это бы плохо надо делать поближе концу чтобы у нас вот было маленькое пространство и большое это важно вот это как раз дизайн потом я подумал что вот окей у меня есть один цвет да это не круто типа я хочу просто и добавить еще один цвет поэтому я покрасил ему его этот под доспехник его синенький ну то есть вот эти вот элементы и мне показалось это прикольно ну потому что у него доспех такой получено железный холодный я подумал что вот просто ну то есть нет какой-то супер причины мне просто показалось что синий ему хорошо понайдет я попробовал мне понравилось вот и все это все по сути струя ну да да то есть типа ну был бы кстати прикольно на если ему не узнают глаза были мы вот такими какими-нибудь да не прямо супер расцветящимися какие-нибудь такими скажи пожалуйста последнее вот у меня вопрос касательно персонажа он очень реалистичен да и вот меч ты сказал он очень круто по массе смотрится понятно что мы сейчас не берем какую-то реальность там или какие-то пытаемся докопаться до каких-то мелочей просто вопрос он он действительно органично вписывается да с этим персонажем или он слишком большой меч он органично вписывается потому что у нас силуэт на он продолжает перса то есть я ну как блин это сложная тема короче на плохо когда у нас перс это просто ну вот как было изначально как я говорил по силуэту вот он вписывается просто прямоугольник господи да господи вот у нас просто прямоугольник такой на получается неизмененный вот так вот но том что я сделал он уже ну такой вот то есть у нас вот такой вот прямоугольник получается и уже вот такой прямоугольник то есть у нас силуэт изменился при этом если еще больше обобщить у нас грубо говоря весь персонаж это тоже прямоугольник то есть вот у нас линия идет ну по сути она идет вот так но там неважно это не должно быть прямо знаешь там линию в линию это плохо наоборот было бы просто общее движение но вот такое и наоборот ну и вот здесь вот ну такая акция выпирающие элементы это круто да согласен это хорошо поэтому она как раз ну такой меч как раз подходит если бы он был вот такой вот это бы уже наверное хуже бы смотрелось я бы делал знаешь как нить руку мы вытянутую вот так вот идеал чтобы у нас просто силуэт именно общий он как-то бы лучше работал но вот такая штука и если бы там не задевал да то есть вот и вот как я воспринимаю перса вот такая вот балда и я смотрю просто такая насколько хорошо такой силуэт работы то есть нужно ли мне что-то вот умном а ведь или вот тут вот какой-нибудь элемент или может быть вот здесь вот или ну может быть вот вот тут вопрос целостной вопрос целостности насколько именно силуэт хорошо работает если вот он не динамичный то я пытаюсь его сделать динамичным либо если он супер динамичный оборот наоборот пытаюсь на взбавить обороты вернуться немного назад как раз вот здесь он хорошо именно именно из-за меча работает плюс у нас вот здесь вот хорошая детализация вот здесь вот то есть он ну просто это сложно объяснить но вот композиционно он неплохо работает и и все по сути то есть меня вопросов меч не возникнет то не возникает вопросов мечу два ваке ну то что он смотрится слишком большим это как бы офиг тут наш типы и дизайн он тоже не супер реалистичный в некоторых моментах да ну круто а художница написала тебе большое спасибо за фидбэк поэтому пожалуйста иди работай отлично больше проекта больше практики чё погоди как мне открыть едущую картинку а вот окей давай опять с плохими элемент начнем и хорошем и ругаем потом подали да так то же самое по сути опять же но та же самая фигня поза очень дано ну как бы странная странная поза проблема в том что ну что мне сразу бросилось глаза то есть вот у нас на талану окей на самом деле не это шляпом не очень бросил на а вот этот шляпа вот этот угол она такая странная но прямо вот мне мне хочется сделать прямо я не знаю ну вот вот мне и хочется ее увеличить ну как-нибудь вот так вот ну потому что я не почему она такая маленькая почему вот это так ну просто я чувствую дизорг зло злость какую-то прям бурлит во мне все она неправильно не нравится мне я поэтому исправил потом я как бы уже смотрю а вот у нас как бы плечевой пояс у нас там голова почему-то она вот здесь вот странное положение головы она смотрит так из-под лобби но мы как бы смотрим сверху на персонажа как будто знаешь вот он вот такой вот у неё голова за ней шляпа а мы вот вот так вот сверху на нее смотрим и у нее голова она должна вот как ты знаешь в таком положении она должна вот как-то вот вот так вот выглянуть и вот так вот она должна смотреть на нас не promised a как-то нелогично смотрится в плане композитную как бы в плане анатомии и мне потом я уже смотрю на все остальное то есть вот это то что мне первое бросил глаза потом я уже смотрю стану а мне не нравится вот вот тут кстати плохо посох смотрится потому что у нас вот этот вот как вы господи силуэт он работает неправильно вот если у нас здесь такое движение было бы хорошо вот здесь такое движение дать чтобы она друг друга поддерживал нас было бы динамика и композиционно это бы работал лучше ну или руку руку вот это вот ну вот голову куда сюда повесить руку от в таком положении тоже было бы неплохо либо еще его подальше тогда отвести этот посох чтобы у нас просто силуэт расширился то есть просто вот здесь внизу не хватает массы какой-нибудь чтобы композиция лучше работала чтобы у нас вот было прям вот такое движение а то она у нас идет идет и потом знаешь как-то затухает и и я вот так вот смотрю на вот на все такие вещи уже потом знаешь я замечаю там какие-то другие элементы то есть вот эта штучка там небольшая или может быть там лицо криво нарисовано или там знаешь типа материалы ну цвета такие странные ли там наш рефлекс они слишком вот здесь вот слишком сильные то есть на такие вещи и уже только потом на самом деле обращаю внимание это просто чтобы вы понимали как я мыслю ну чтобы как-то как я воспринимаю картинку да да вернем поле то есть вам на самом деле ну как я советую вам пытаться понять другого человека как он мыслит для того чтобы просто понимать как люди воспринимают ваши картинки через это вы сможете понять как их улучшить поэтому там можете спрашивать типу людей как вот ну показывать им картинку и просто смотреть как они на нее реагируют понимают ли они вообще что там происходит какой у них фидбэк особенно у людей не понимающих но с этим нужно быть аккуратнее сразу говорю то есть да ну тут короче я сказал что вот моя основная проблема именно с головой поэтому я начал отталкиваться от этого я подумал что если вот вот как я рисовал если у нас перс вот этот стоит ну бабулька то почему бы нам не сделать ну уровень зрения вот с ну где-то с груди и шляпу и сделать вот так то есть чтобы мы видели уже мы смотрели но от ей по плечи и мы видели голову как бы снизу в это знаешь было более такая давлеющая над нами ну как как будто вот она над нами нависает чтобы она выглядела более угрожающе а то она выглядит как знаешь тарушка которая пошла вот там сладость или гадость просить конфетки она милая она милая но не угрожающая вот в этом проблема и ну я постарался над этим поработать в общем что у меня получилось как я уже говорил да я ну вот я сделал снизу то есть мы смотрим снизу поэтому мы видим заднюю часть шляпы вот передняя к нам она почти не открывается плюс мы можем ее из-за этого клёво высветить вот в этом моменте у нас такой акцентик получается да мы затемняем лицо его почти невинно у нас такое ощущение как будто знаешь голова она в тени а вот шляпа она в свету а это будет офигенно потом шляпу я был просто удлинил чтобы она работала лучше силуэт на то есть смотри она маленькая то есть он такое как будто недоделанная какой-то невзрачная вот садовый гномик вот что мне это еще напоминает знаешь вот как в американских фильмах я просто пытался сделать это более каким-то угрожающим потом как я уже сказал я поработал мне не понравилось вот это вот оригинальная агрегинальный силуэт я просто его расширил чтобы он во-первых шел с симметрично с палкой а во-вторых еще он здесь соприкасается вот это вот соприкосновение это очень плохо то есть вот здесь вот это нужно ну то есть сумку нужно увеличивать а юбку нужно тоже увеличивать чтобы она в шло внахлёст гораздо больше чтобы вот таких соприкосновения не было вот как вот здесь например вот у нас угол и потом у нас плечо это плохо ну то есть если дело то хотя бы вот так вот например надо или уже делать вот так вот такие соприкосновения не всегда плохо работают абсолютно просто описывать абсолютно согласен потому что в окружении та же самая система и насчет персонажей я здесь ничего не порекомендую но есть классная книжечка я думаю ты тоже видел это framed ink и там тоже очень много рассказывается про прикосновения форм стыки форм которых нужно избегать чтобы потому что там создается как называется напряжение там где вот есть кончик кончику касается там создается напряжение лишнее абсолютно ненужное поэтому нужно их избегать ну да 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 это просто то есть опять же зритель он это считает но подсознательно это будет плохо работать вот как здесь вот например у нас силуэт идет и он прямо соприкасается вот с этой штукой ее надо делать больше например ну или делать вот где-то здесь ну или как я сделал я у этот увеличил да господи я увеличил силуэт но она как бы уже не соприкасается то есть вот здесь тоже не соприкасается но наверняка где-то у меня что-то здесь вот тоже есть углы но это просто надо дата за этим следить надо это отслеживать самому то есть например вот этот кусочек вот здесь вот вот этот вот он плохой он такой слишком маленький слишком зажатый надо как-нибудь вот так вот сделать но даже еще больше потому что вот здесь вот расстояние вот эти вот два вот эти они одинаковые то есть нужно сделать чтобы они были разными и тогда просто это будет смотреться ну ты дизайне в плане дизайна в плане идеи ты ничего не поменяешь но в плане восприятия это будет гораздо лучше ну вот уже стало мне кажется поинтереснее но тут вот например вот вот это расстояние вот это она одинаковая то есть можно вот здесь вот например сделать побольше и сделать вот как-нибудь вот так вот ну да и мы здесь вот по сделать может быть поменьше и опять же у нас будут например вот эти вот линии они будут лучше идти ну да мне кажется стало получше то есть у нас же у нее такая вот здесь объемная форма и если сделать как бы ну показать этот объем лучше вот здесь вот она провисает а вот так вот она уже как был объем лучше работает и в плане дизайна это ни на что не влияет то есть идея не поменялась поменялось просто исполнение она стала логичнее понять и атмосферней то есть на зрителя она повлияет просто гораздо лучше поэтому концепт это не только про идею но это еще и про ее реализацию и и рука а ну еще я немножко подумал что ну как бы надо и вот опять же ее более угрожающей какой-то сделать я поэтому ей немного исказило так вот плечи чтобы она ну типа она поднимает голову поэтому вот это вот рука поднимающая она выше вот это ниже она вот так в камеру как бы тычет этой головой я подумал что у нее знаешь нет глаз и она типа смотрит головой вот этой да я это сразу обратил внимание что как раз таки тогда голова в руке не случайно она как бы даже не нам ее показывает да просто держа ее как просто как элемент а именно мы смотрим теперь за движением глаз это вот в environment тоже очень используется куда смотрит главный герой туда смотрим и мы и поэтому мне кажется можно не сильно прорабатывать ей лицо да но можно проработать и направление ее взгляда и там куда она смотрит там сделать акцент например тоже потому что мы посмотрим на нее увидим что она смотрит на голову и будем смотреть на эту голову не но я бы не стал делать чтобы она смотрела на голову лучше смотреть ну я бы сделал вот чтобы голова смотрела ещё в камеру. Ну, на зрителя. Или, знаешь, было бы прикольно, если бы она смотрела в разные стороны, была такой косой. И, не знаю, и он бы смеялся. Короче, тут есть варианты. Есть варианты. Да, можно улучшать. Это уже... Вот это как раз детали. А вот положение руки и то, что вот как она это держит, вот это база. Типа вот над такими штуками надо думать. И просто, ну, опять же, на реализацию вот поза, характер. Это вот как бы мы через позу передаём характер, из-за этого у зрителя получается какое-то впечатление от вот этой атмосферы. Вот это всё взаимосвязано. Поэтому такие вещи, они на самом деле не случайны. По сути, вот. Этот персонаж у нас закончился. Да, здорово. Алина, привет! Так, следующий челик. Блин, я заспойлерил. Я заспойлерил. Вот такой был парень. Вот тут мне конкретно интересно, автор здесь ли или нет. Да, отписывайтесь, если видите свою работу, хотя бы плюсик напишите, чтобы мы знали. Потому что если автор-то здесь, то... Ну, просто я не знаю... Я не особо... Как бы сказать-то... В таких вещах я не силён. Это не моя основная сфера деятельности. Такие эксперименты. Знаешь, ну, такие абстрактные работы. Я сделал её по-своему, поэтому ты, если что, задавай вопросы сразу. Или как бы... Или потом, чтобы ко мне не было вопросов других. Так, это... Андрей, не могу ничего посоветовать по книгам. Я не читал книги. Я от себя просто, пока он спросил, добавлю, да, что всё, что я могу посоветовать, это вот книжечку Framed Inc. И ещё плюсом, да, к Роминому курсу, это вот Гамроуды Рапоза. Потому что... Я не знаю, кстати, какое у тебя отношение к Дэйву Рапозу. О, кстати, кстати. Единственный Гамроуд, который я посмотрел, и он мне помог. Это Рапозовский. С ведьмой болотной. Я прямо до сих пор помню. Я оттуда узнал про эти, про... Ну, я, во-первых, просто очень полезно, на самом деле, смотреть чужие процессы. Это офигенно. Вот ты как раз залазишь в голову другому человеку и получаешь переваренную им информацию. То есть, он просто тебе, знаешь, её выдаёт, а тебе нужно только воспринять. Она уже переосмыслена, там просто самая выжимка, самый сок. Это вот когда ты берёшь хинкалину, её надрываешь, и оттуда вот прям мякоть течёт. Да, да, да. Такой вкусный бульончик. Да, 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 да. То есть, ну, типа вот лучше гамроды там смотрите, где прям процесс. Вот. И желательно, чтобы он ещё не был супер ускоренный. Просто смотрите, как чел рисует. Вам это будет супер полезно. Так, если ты хочешь, посоветуй книги, или мы сейчас пойдём. Да, а я вот сказал по поводу фреймтинг, и, как я уже сказал, с этим, ба-ба-ба-ба-ба, с рапозой. От себя могу только добавить, это то, что я говорю постоянно по поводу окружения и всего остального. Кроме того, что смотреть процессы, я всегда, просто всеми руками за, рекомендую всегда, когда ты находишь какую-то картинку, в данном случае, в моём это окружение, я не могу, ты так увеличил. Вот. Когда ты находишь крутой арт, не просто, да, там, типа, ну, блин, он крутой, там, классный, надо поставить лайк. Мне всегда важно разобрать эту работу. То есть, на части. То есть, я открываю фотошоп, режу её, увеличиваю контрасты. Не могу, когда ты её двигаешь. Мне страшно. Вот. И поэтому я советую от себя только заниматься анализом работ, которые вызывают у вас восторг. Именно не просто на арт-стейшене смотришь, типа, ну, круто, а именно открыл, попробовал её быстро заподрисовать что-то, попробовать разобрать, а что я могу сделать, а почему он сделал это, ответить себе на вопросы и так делать почаще. То есть, делать анализ такой на чужие работы мне лично помогает. Да, да, да. Кстати, вот это прикольная идея делать audio paint на чужие работы. Окей, так. Вал, привет. Так, чего я... А, ну опять, давайте, вот, хорошие и плохие вещи. Сложно будет. Ну, опять же, типа, я это не делаю, да. Это не то, что, вот, не моя сфера деятельности особо. Такие эксперименты. Просто, ну, здесь вот, что я могу сказать от себя. Она очень дробная. Вот как раз про что я говорил. Типа здесь вот, ну, тёмный участок вот здесь. Он такой же тёмный, как вот здесь, например, или как здесь. Я вообще не понимаю свет. То есть, вот, на лице он ещё как-то работает, но вот на всей остальной фигуре вообще никак. Вот это вот затемнение под ногами тоже очень странное. Рука вот эта вот, она просто тёмная. То есть, оно не собирается целиком. И фон этому только мешает, потому что он, блин, суперсветлый. Всё должно быть либо светлое на тёмном, либо тёмное на светлом. Если хочется сделать тёмный фон, то надо как-нибудь всё затемнять вот так вот. Ну, то есть, это надо обобщать, чтобы на нём не было каких-то суперсветлых участков. Ну, если там хочется, ну, сделать его где-нибудь здесь. Но он должен быть прям светлее фона тогда. И он должен такой быть, однородный. А здесь всё, оно просто не собирается. Оно всё очень дробно. Это как какая-то абстракция, знаешь, просто вот картина Малевича. Оно, ну, я просто не могу понять. Мой вот именно подсознание не может это осознать, не может это всё составить воедино. И поэтому мне просто сложно смотреть, на самом деле, на такие штуки. А в плане дизайна здесь, ну, то есть, по шейпам, например, всё клёво. Вот у нас есть сейчас элемент. Вот он идёт. Да, господи, сейчас что-нибудь более наглядный цвет вымеру. Вот, у нас элемент сюда идёт, да, потом вот он идёт сюда. А вот эти, наоборот, в противовес ему. И у нас получается неплохой силуэт, на самом деле. Вот здесь же опять, ну, рука как бы только, вот здесь вот плащ. Поэтому здесь вот справа массивный элемент, а слева наоборот маленький. То есть, в плане, как бы общего силуэта, здесь всё круто работает. Вот, он именно как-то не складывается внутри силуэта. В плане дизайна, опять же, я говорю, ну, то есть, вот тут мне нечего сказать, просто потому, что, мне не с чем работать. То есть, мне нравится, ну, вот башка, но больше я ничего не понимаю. Ну, вот пистолет, типа, я понимаю, потому что силуэт. Но я не понимаю, что здесь за сумка. То есть, вот эта вот куртка, или, ну, то есть, это вот какие-то там лацканы, или что, или там, может быть, где-то карманы. А почему он здесь красный? То есть, это, ну, нет никаких намёков. То есть, вот это вот штуки какие, вот это вот, это у него борода, или это, типа, какие-то щупальца. А вот здесь вот у него вот это глаза. Ну, похожие на глаза. Но почему у него вот здесь вот башка? А это типа маска сверху. То есть, у меня возникают такие, то есть, вблизи я понимаю, что вот это вроде башка, да, вот внизу. Но когда я отдаляюсь, я понимаю, что башка-то она вот вроде бы. Ну, то есть, мне подсознание говорит башка сверху, потому что и шея-то вот здесь. То есть, это может быть надо было бы поднять и сделать вот эти вот, ну, скрытую голову, где-то вот в этом, на этом уровне, и уже поверх нее вот здесь маску. Чтобы это, ну, просто мы могли подсознательно предположить, что вот, ну, мы же знаем силуид, да, человека. И вот здесь, вот в этой области шеи, мы голову никак не ожидаем. И вот так вот мы просто поднимаем, да, и оно уже немного, ну, логичнее тогда бы работало. Мне, мне очень понравился, твой совет, мне понравился твой совет, который из фидбэка, фидбэк идет о том, что, если ты в чем-то не разбираешься, то упрощай все. То есть, вот, не пытаться усложнить, да, не пытаться усложнить. Типа, вы никогда никого не обманете, это, поверьте. Вы, смотрите, например, вы там рисуете какую-нибудь картинку, там, скетч, не знаю. Вам не обязательно сделать все крутой. Вы, то есть, вам не нужно выпендриваться, вам не нужно пытаться обмануть зрителя. Вы там, не знаю, вот голову, ну, типа, вот первый, вот то, что я рисовал. Здесь, на самом деле, перс, ну, вот это вот все, оно плохо зарендерено. Но вот башка выглядит прикольно, и на фоне головы у нас все остальное выглядит хорошо. Да, согласен. Там, убери голову как-нибудь, и перс уже будет не таким интересным, потому что, ну, он разваливается. Ну, просто она вот как, ну, такая, знаешь, ну, выглядит там, типа, круто зарендерена, да, например. Убери, как я говорю, эту голову, сделай там, ну, просто, ну, вот мы ее закрашиваем. И он уже не выглядит таким интересным, потому что, вот у нас нет какой-то такой вот точки хорошо сделанной. Поэтому там, нам нормально, когда вы что-то делаете плохо, потому что вы должны что-то сделать при этом хорошо. Вот вы показываете, типа, вот я здесь хорошо сделал, а все остальное, окей, не важно. Люди посмотрят вот на вашу хорошую, этот, хороший, ну, элементик, подумают, ну, он круто сделал, а все остальное, он просто там, не знаю, забил. Ну, типа, всем насрать. Я не знаю, как иначе сказать. Не будут вас настолько строго судить, что прямо будут искать хоть одну ошибку, и потом говорить, ну, типа, ты хоть где-то ошибся, все, ты не умеешь рисовать. Поэтому будет наоборот хуже, если вы будете пытаться как-то ошибку замаскировать, люди это увидят, вы наоборот еще только хуже сделаете, еще больше ошибок наплодите, и это наоборот будет заметней. Ну, касательно вот этого, ну, замечания. Да. Что ты поправил? Вот так, давай, да, что я поправил? Я попробовал сделать больше динамики в нем, потому что, ну, вот, я говорю, мне нравится вот это он, да, то, что он так уходит, у него вот эта вот штука уходит, ну, плащ его, но он какой-то, ну, типа, ну, он просто одна линия, то есть, я подумал, что вот у нас рука, да, где-то здесь, может, он это там в кармане, да, держит, он здесь вот, и вот у нас плащ идет по ней, но сзади у нас, пускай еще он развивается как-то, поэтому я просто, ну, сделал на нем больше акцент, потому что я так понял, человек хотел, ну, больше цветов, более, ну, цветастую картинку, поэтому я сделал на ней, ну, его просто больше, чтобы у него в картинке было больше, я вот эту штуку сделал, опять же, чтобы было какой-то больше вот динамики, чтобы она выглядела, типа, более такой, ну, экспрессивной, что ли, я не знаю, потом, опять же, я вот, удлинил рога ему потом я вот там добавил больше синего опять же ну типа вот человек говорил я пробую что-то я пытаюсь следовать его но как это сказать сделать то что возможно он бы сделал возможно он бы этого хотел и поэтому я вот тут вот подобавлял немного цветов и упрощал просто другие элементы то есть я добавил вот какую-то куртку я туда намаживал какие-то складочки то есть вон они эти складки на я вот высветлил вверх этой куртки чтобы в ней хоть какой-то градиент был я оставил вот здесь rim light чтобы он как-то подсвечивал с другой стороны куртку я просто постарался сделать так чтобы она ну хотя бы намеку давала до что там есть куртка естественно я затем не фон чтобы потому что я ну перс он довольно все-таки светлый и он такой насыщенный яркий прям в нем цвета такие бурлящие я затемнил фон и но просто высветила какие-то светлые участки и но мне кажется он так гораздо лучше работу то есть он собирается на темном фоне он собирается гораздо лучше это нормально так то есть ты светлый на чем он замечаешь очень хорошо и я опять же вот высветлил ему эту ну голову чтобы она больше на себя внимание забирала не красный плащ ну что если голова была темной красный плащ был бы доминанты сейчас у нас голова доминанта потом просто здесь вознял тень чтобы хотя бы какое-то пространство было потом вот какой-то ну там вот решили мухтаны ботинки ну просто каким это знаешь они очень простые то есть вот они супер какие-то банальные но я просто хотя бы показал там от складочки какие-то какие-то вот линии так швы возможно что вот ну просто плане рисунка я попробовал показать что там есть какой-то день ну что это реальные вещи какие-то они просто абстракция и все по сути то есть это все что я сделал мы сейчас можем по моим слоям попрыгать как раз а так как это сделать на наше все их отдельно вырубать даром ты когда дойдешь до нижнего слоя можешь пожалуйста у себя на экране в google написать художника джефф симпсон потому что мне кажется вот ты когда сделал я прям когда смотрю думаю блин прям очень похоже не то чтобы а вот по стилистике мне это очень известный вообще и он для ассасинскрида очень много делал всяких разных артов и вот у него постоянно есть вот это недосказанность то есть он где-то делает прорабатывает тут 1 открой прям она это прям соль супер проработаны то есть я к тому что где-то начинает делать но это прям супер проработанный да у него у него где похоже ну вот предположим вот он сам он тогда дело да вот да да он сверху высветляет снизу он вот как-то смазывает ну да я я не знаю я не пицца я я раньше самое интересное что я раньше пытался копировать его работы у меня еще никогда не получалось но когда я вообще не пытался это сделать у меня почему-то так вышло это иронично да да я правда потому что это очень-очень круто как раз таки я к тому что как пример тому что вот он часто где-то вот прорабатывает а все остальное да он уводит в какие-то простые мазки простые движения но из-за того что вот как ты играл голова например проработано ты сразу да все остальное все остальные ошибки какие-то лишние мазки ты уже как-то не ну типа ну может быть так и должно быть а вот если одна часть проработан от клёво, то это тоже, да, здорово. Ну, так вот, да, так типа получилось. Ну, просто я делал, знаешь, ну, я смотрю, я думаю, ну, вот я плащ сделал, он, да, слишком там красный, потом, я понимаю, ну, надо высветить тогда лицо, чтобы оно лучше было заметно. Сейчас мы пойдём постепенно по, то есть, что я делал? Ну, вот я подумал, ага, ну, там человек с цветом, да, пытается работать, я попробую тоже с цветом поработать, я буду высветлять плащ, чтобы вот он был более активный, попробую высветлить вот этот верх, чтобы он был более активный, да, чтобы у нас была какая-то разница, чтобы у нас был ну, движение какой-то, какой-то градиент вот от тёмного к светлому под, ну, и, ну, то есть, точно так же, как и на плаще, он у него везде однородный, я пытался вот сделать, ну, акцент вот здесь, вот, чтобы вот у нас был как раз градиентик от тёмного к светлому. Но при этом я вот как раз в этот раз я не делал акцент светлого вот здесь вот, я сделал именно здесь, чтобы вот он был, ну, в районе груди и делал это просто так я пытался ну чтобы у нас грудь она но типа выпирающий на вот такая вот грубо говоря и я пытался делать вот именно здесь вот в этом положении потом чай дел а ну вот я затемнил я попытался вот показать тут какие-то складки куртки я затемнил вот этот вот участок ну просто вот чтобы опять же у меня получался это грядин чтобы хоть что-то понимал как там ну к дизайне работает потом вот я поработал силуэтом окей мне уже силуэт нравится от этого я могу уже дальше отталкиваться на то есть у меня вот силуэты на левой части вот здесь вот все решены ну для меня я понимаю что там происходит общей силой для меня решен все я могу с этим работать то есть я накидываю какую-то текстуру потом я уже иду еще какую-то такое накидываю как раз вот у меня получается эта тень, у меня получается просто детализация в каких-то моментах. Вот здесь вот. Просто, ну вот, типа... Здесь какой-то shot получается. То есть вот здесь вот какой-то тоже shot такой. Не просто мазки, а вот как здесь какие-то там более насыщенные, менее насыщенные, перепады от цветов. Это просто какая-то рандомная детализация, абсолютно ни к чему не обязывающая. Но она привносит, знаешь, просто хоть что-то в картинку. Вот как. Вот, вот, вот здесь. вот как здесь вот вот сравнить типа два участка просто ну просто материал она улучшает ну и потом вот я уже через overlay что ли я начал высветлять какие-то вещи вот чтобы опять же акцент на каких-то местах дать потом ну вот я обобщил еще лицо немного потом затемнил вверх чтобы он на себя внимание не слишком много уделял опять ну про то есть я не делаю это рандомно опять же как я говорю я пытаюсь акцент сделать вот здесь вот на и в этом элементе но потом вот я что-то там сделаете как их господи отростки из лица да потом я наложил картину этого как его господи я забыл художника на м ну неважно короче я чужую картину наложил просто опять же для какой-то детализации ну просто чтобы у меня хоть что-то появилось потом я затемнил и затемнил еще вниз на чтобы у меня опять же вот эти вот вещи вот эти вот чтобы они у меня просто ушли ну не так много на себя внимание забирали вот чтобы у меня был focus point и все то есть меня как это с этим можно потом работать дату можно это там по обрисовывать можно добавить к этому каких-то ну какой-то детализации скрыть вот эти вот мазки там ну скрытие рисунок или еще что-то подбашить а это уже получается хотя бы ну типа какая-то база для дальнейшей работы в база так это база ребята база вот все вот вот процесс вот такой процесс и и тут хотя бы двор adoption и типа получается вот у нас есть тень то есть вот у нас есть тень от плаща вот здесь вот да то есть вот она идет тень от плаща вот у нас есть тени ну куда мы господи собственной тени предмета а вот складки они уже не такие темные то есть у нас получается какая-то глубина у нас одни элементы других отрываются это просто то есть я работал просто с какими-то вот такими банальными вещами и и все И вот такой процесс получился Да, очень прикольно Следующее у нас было Вот этот чел Этот чел на сегодня Последний Как раз мы в принципе укладываемся по времени Я думаю Да, да, отлично То же самое А, что я хотел сказать, господи Я не похвалил человека, я вообще такой гад Не сказал, что хорошо Хорошо то, что человек экспериментирует Это на самом деле круто У меня вот нет времени экспериментировать Ну, типа Не хватает времени на свои картинки И это плохо А человек наоборот Не боится делать что-то, это здорово И мне это нравится И как раз, вот что я сказал, что хорошо работает Это на самом деле очень круто, что у него вот этот вот силуэт Он неплохо очень решил силуэт То есть Человек, если будет дальше экспериментировать С цветом С какими-то вот такими объемами И при этом Если он будет развивать Ну, делать какие-то более интересные силуэты То вообще будет круто Ну, вот главное только решить проблему Общности Чтобы оно как-то складывалось воедино Но силуэтно Как-то идейно На самом деле получилось офигенно То есть картинка интересная Она мне запомнилась на самом деле Единственной всех Ну, то есть Как бы вот Предположим, я все закрываю, да Ложусь спать Наступает завтра Я стою И какая картинка у меня вспомнится Именно вот это И это круто То есть Человек может делать Запоминающиеся арты Я согласен с этим Знаешь Очень Я иногда проводил параллели Между Тем Как человек начинал И сейчас он, например, популярен Или он стал круто рисовать И вот видно Если проанализировать Что если он начинал Уже как-то интересно Да Пусть это выглядело Не так Куча ошибок Но он уже что-то Вот свое закладывал туда То с опытом Он это раскрывал еще лучше Да Это Я просто знаю Потому что я очень много Себя анализировал В плане того Что я думал Блин, как улучшить Как Почему у меня все Так статично Одинаковое И я вот смотрел на ребят У которых сейчас там Супер арты И находил их там Первые работы на Дивинарте И видел, что Вот этот кайф От их работ Которые вызывают сейчас у всех Он уже был в этих Первых вонючих Каких-то там Никому не нужных эскизах Поэтому я согласен Вот с твоим Так сказать Похвалой По поводу экспериментов Это очень круто Когда на таком раннем этапе Закладываются уже Какие-то идеи Потому что у каждого человека На самом деле Есть видение Обычные художники Они рисуют для себя Когда ты рисуешь для кого-то Ты не становишься Хорошим художником И тебя не замечают Когда ты рисуешь для себя Вот чтобы тебе нравилось Чтобы ты Получал удовольствие Ты при этом Еще привносишь Ну какое-то Свое видение И Ну это просто Взаимосвязано То есть Это законченная мысль На самом деле Поэтому Круто вот Что чел Ну что-то делает Ну там или Ну девушка или парень И уж измените Я просто говорю Чел Не в обиду Да То есть Это здорово Это можно развивать Точнее даже нужно Я просто помню Как Я был на Господи Я выступал на каком-то CG Space Или Да CG Space Это вроде называлось Или CG Speak Неважно Короче Там просто задали Вопросы Типа Ну там Был какой-то Вопросы-ответы Я сидел на сцене Там показывали какую-то картинку Был вопрос Что-то типа Вот как раз Такого А что мне там Нужно Развивать В своих картинках То есть Как вы вот на это смотрите И Я как раз говорил о том Что Нужно Ну то есть Как А там были Господи Я не помню имя художника Он рисует таких пышных женщин Ну Рисовал тогда Не знаю сейчас рисует или нет Они прям были очень пышные И у него своеобразная стилистика И Я тогда как раз сказал Что вот его картинки Они на самом деле Супер запоминающиеся Потому что То есть Нет проблемы в том Что он рисует И как он рисует Пока это не какая-то Ну знаешь Хейт Там спич Грубо говоря Пока это не унижает Там чье-то достоинство Ну Когда это Не в целях ненависти создано Да Если это сделано круто Если это сделано как-то Ну С С собственным каким-то видением С собственными идеями Это здорово Это западает В Память Я на самом деле До сих пор помню Эти картинки И Вот этого не надо бояться Наоборот Это нужно стараться В семье культивировать Потому что вы никогда Не сможете скопировать Другого человека Я пытался У меня ничего не получилось Я сошел с ума Потратил целый год Просто на самокопание Потому что мне казалось Какого хрена Ну я не могу повторить Типа человека И только потом я понял Что это ну невозможно Ну я Не могу просто Сделать точно так же Как другой человек У меня что-то хуже Что-то лучше Мне просто хочется рисовать Что-то другое На самом деле Зачем я себя перебарываю И Ну это такое Небольшая вставка от меня Как бы Поэтому Круто развивайте Такие вещи Если вы стесняетесь Их не надо Это наоборот здорово Если вы сейчас рисуете Плохо Забейте Все рисовали плохо Когда-то Главное Потом вы будете Рисовать хорошо Аминь Окей Ну да Хорошее завершение Вот Чел Странный Прикольный Чё тут Здесь Кстати Опять же Что На что Я обращаю внимание В первую очередь На фон Фон ужасный Просто капец Это Он очень Всё портит Потому что У нас Типа поза Такая Ну если Очень сложно Представить Что фона нет Ну что он Очень активный Но если От него Абстрагироваться То мы Как будто Стоим Ну то есть Тут нет Перспективы В человеке И А фон Перспективу Очень сильную Задает И Согласно фону Вот Ну если мы Смотрим на Движение Кистей Мазков Вот этих Движение Кисти То Так как будто Ну То есть Человек Стоит Он бы Как бы Стоит Ну скажем Вот так Грубо говоря И Мы типа Лежим Вот так Мы на Карачках Стоим И смотрим На него Вот так Так вот То есть Это Очень Странно Оно Прямо Очень Все Портит Плюс Ну там Вот прям Такая Прямая Линия Вот здесь Вот еще Такая Прямая Ну прямые Очень Жесткие Линии Они Очень Сильно На себя Внимание Обращают Потому что Ну типа Откройте там Фотографии Встань Ну Встаньте На фоне Дома Заставьте Кого-то Вас Фоткать И посмотрите Насколько Вы будете В фокусе И насколько Размытый Будет дом Потому что Между вами Есть пространство При вот такой Четкости Между ними Как будто Вообще Нет пространства И Из-за этого И фон Он просто Очень все Ломает На самом деле То есть Закрась фон Твоя картинка Будет просто В 10 раз лучше Даже со всеми Ошибками Которые в ней Сейчас есть То есть Ты уже Ну Закрашиваешь Ну да Это создает Какой-то Дополнительный Контраст Сзади И он Спорит Да Это На самом деле Нормально Пытаться Фоном Улучшить Как-то Ну Картинку Это Ну то есть Я везде Так делаю Сейчас Где Этот Перс То есть Вот здесь У меня же Тоже есть Градиент Вот у меня Ну здесь Вот темный Да И он Высветляется Постепенно Книзу Потом Здесь Вот тоже Мы Ну Вы наверное На отдалении Только заметите Что вот там Вот есть Где-то Да Более Светлая Линия Потом Она постепенно Затемняется Книзу И затемняется Кверху Ну то есть Это такой Как будто бы У нас Фон уходит Куда-то туда И Ну это должно быть Ну вот здесь Вот тоже На самом деле Вот здесь Вот оно Чуть Петлей То есть Это может быть Заметно Только если Вы отдаляете Что вот вверх Он чуть темнее Вот эта вот часть Но мозг Это считывает И Но это должно быть Не навязчиво Это должно быть Прямо намеком Не так вот Как здесь Либо Либо вы можете Как вот Например Я как-то раз Решал Ну вот Симпсон Как раз Делает Круто очень Вот он Делает Своими Линиями Он как-то Это все Высветляет Это просто Очень Не навязчиво Вот как Здесь На вот Этом Персе Просто Ну знаешь Это Как раз Вот это На фоне Очень хорошо Работает Надо делать Как-то Ну вот Вот так Вот Чтобы оно Не спорило С тем Что вы рисуете То есть Ну Конкретно К человеку Ну вот Потому что он Ну как-то Вот так Например То есть Это уже Было бы лучше Это было бы Уже не так Активно Ну еще Вот подразмыть По краям Вот так Вот Это было бы Уже гораздо Интересно Ну не так Навязчиво Потому что Фон он прям Супер навязчивый Окей То есть Иронично Что я обращаю Внимание Именно на фон В первую очередь Потом Потом Поза Да Вот поза Она прямо Она прям Плохая То есть Он не в перспективе У него ноги На одной линии Хотя Понятно Ну Вот эта нога Прямая Рука Тоже Она вроде согнута Но она по сути Прямая Потом Плечен Ну вот То есть Он такой Ну знаешь Как солдатик Как вот Ну которые на этих Были Ну на подставках Такие оловянные Да То есть Он очень какой-то Странная поза Притом Я понимаю Если бы он Знаешь Держал бы винтовку Вот как-нибудь Вот так О Точно Да Ветовка Была бы Окей Она бы Как-нибудь Работал Ну или Копьё Я не знаю Но просто Но он держит Вот ещё Нечего Ну то есть У него мало того Что поза Она вот такая Так он ещё Вот руку Вперёд Вытянет Ну или Хотя бы вот так Вот он бы Вытягивал Тогда усилил бы Позу Это бы Ну то есть Оно как будто Знаешь Вот на грани Не то Не сё Оно вот Не работает Ни в ту сторону Ни в другую То есть Надо было Либо вот так Вот да Ему руку делать И вот он бы Держал винтовочку Либо наоборот Ему надо было Вот так вот Ругу И чтобы вот он Вот так вот Типа в атаку Ну знаешь И кричит Вот сюда Типа Вперёд Братаны То есть Вот поза Именно как-то Она не сложилась И ну опять же А в плане Анатомии Ну нога Должна быть Как-то Но она должна Просто работать Знаешь Типа В пространстве Это нужно показать То есть С каких-то Ракурсов Да Она может Ну она может Выглядеть Вот так вот Но вы посмотрите Например Сеты Которые Год графит Они фоткают Анатомию Да Там всяких Девушек В каких-то позах Да Посмотрите Их подборки Там есть Плохие ракурсы На самом деле Где ноги Вот так вот И это плохо Это нечитабельно Посмотрите Вот как раз Эти подборки Для того Чтобы понять Разницу Между хорошими Позами И плохими Позами У хорошей позы Нога будет Как-то Повёрнута То есть Она будет Как-то Иначе Иначе А плохой позе Она будет Вот именно Вот такая Вам Как художнику Нужно Подумать Так Чтобы Концепт Выглядел Интереснее Вам нужно Усилить Его Интерес Я не знаю Как иначе Можно сказать То есть Вам не нужно Руку Вот так Показывать Вам нужно Как-то согнуть Как-нибудь Показать Так Чтобы Она идёт Вот так И кулак Вот здесь То есть Вам нужно Именно Показать Что оно Всё В каком-то Пространстве Что оно Всё В перспективе И Поэтому Вот такая Прямая Линия Она только Вам хуже Сделает Поэтому Вам нельзя Делать Вот Такие Линии Потому что Ну Надо Делать Как-нибудь Вот так Вот Например Вот так Вот ему Туловище Изогнуть И вот Чтобы Он Вот здесь Держал Ну Знаешь Вот Шея Вот здесь И вот Он Как-нибудь Вот Вперёд Смотрит И вот У него Рука Вот здесь Согнута И вот Он Вот этой Рукой Вот так Вот Например Ну Как-нибудь Держит Ну Вот у Него Так Господи Сейчас Я по Поняти Нарисую Как-нибудь И вот Вот он Вот так Бросается Там То есть Надо Как-то Исказить Больше Силуэт Чтобы Он Лучше Работал В пространстве Чтобы Он Был Понятней Вот Это Как Раз Оно Непонятно То есть Оно Вообще Не Сложилось То есть Как будто Вот В одной Перспективе Вот Это В другой То есть Оно Всё Ещё Разваливается И Так Вот Небе Неме Очень Большая Проблема С Оно Получилось Вот Так То есть Я Забашил Во-первых Опять же Я сделал Акцент Я сделал Фон То есть Опять Темнее Сверху Светлее Снизу У него Был Наоборот Что Мне Кажется Не Очень Потому Что У него Свет Ну Типа Персонаж Здесь И фон Здесь Светлей Темный Низ И фон Темней Я не Понял Зачем Так Я Переделал Ну То есть Темное На Светлом Светлое На Темном Блин Мне знаешь Кому напомнил Этого Из Геркулеса Который Бегал Мультики Геркулес Этот Был Такой Козлик Чисто Чисто Если бы Сегодня Делали Ремейк Universal Они бы Взяли Вот Этот Концепт Твой По-любому Ну Да Походишь Чел Я Кстати Не подумал Об этом Вот Так Что Вот Я Типа Я Забашил Вот Сюда Я Потом Ну Я Затем Небот Руки Опять Ж Вот Это Движение Оно Не Очень Но Я Не Стал Управить Потому Что Я Когда Поправил Здесь Грудь Я Вот Ну Я Вот Как Сказал Я Немного Ему Ну То есть Когда Ты Присаживаешься Знаешь Ты Обычно Спину Ты Не Горбишься Ты Обычно Спину Немного Выпрямляешь Ну Господи Вот Ну Вот Так Вот Да То есть Ты Как Б Жопу Отклячиваешь И Я Как Раз Попробовал Показать Ему Вот Такой Вот Силуэт Потом Вот Он Ножку Он Немного Согнул Вот Она Меняется На Положение Потом Эту Ногу Он Сгибает Она Уходит Туда То есть Вот У нас Вот Такое Движение Его Цилиндр Отворачивается От Нас А Вот Этот Цилиндр Он Вот В таком Положении Потом Вот Этот Цилиндр Он Идет Вот Так И Вот Этот Цилиндр Он Идет Вот Так Вот То есть Вот Если Мы Как Упрощаем До Примитив А Как Узнать Как Работать С Примитив Вы Можете На Нашем Курсе Да Налитает Куклай Вот То 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 Все По Сути Он Уже Работает Лут То 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 Они Не На Одном Не На Одном Уровне Эти Ноги То Это Ближе К Нам Это Знаешь Можно Как Нить Вот Так Сделать Он Тогда Вообще Будет Еще Более Динамичен Но Тут Можно Вообще Как Угодно Знаешь Сделать Вот Как Нить Вот Так Выгнуть Его И Он Вот Ну Знаешь Как Нить Типа Ну Голова И Вот Он Вот Так Вот Делает То Можно Вообще Что Угодно Ну Да Атака Так Супер Вывернутый Ну Просто Это Был бы Круто Вот Так Шеп Вот В Месте Это Было Бы Здорово Он Просто Супер Статичный Такой Ну То У Него Здесь Прямая Линия Здесь Прямая Линия Оно Все На Одной Плоскости То Нога Статичная Он Просто Не Существует В 3D Пространстве Это Как Знаешь Как Вырезать Из Бумаги Челик Он Буд Был Такой Да Типа Фреска Да Типа Типа Фреска Он Похож На Фреску Вот На Фресках Прямо Голова Вот Они Такие Вот Вот Это Фресочная Штука Ну То Если Человек Хотел Фреску Нарисовать Ну Я Просто Не Могу Тут Ничего Я Не Могу Ничего Насчет Это Сказать Опять Жно Вот Я Типа Затемнял В Теневых Участках Да Вот Здесь Где Должно Быть Светлее Я Осветлял То есть Вот Здесь Светлей Здесь Вот У нас Темнее Чтобы Чувствовалось Пространство То есть Вот Опять же У нас Элемент Сильно Другой Перекрывает И Там Темно На Шее Никаких Сильных Затемнений Нет Затемнение Зашей Где Элементы Друг друга Перекрывают А у него Вот Здесь Как раз Очень темно Так быть Не должно Потому что Там Свет Вот Эти Элементы Все Должно Быть Прям Супер Смазанное То есть Как я Говорил На Первый Или Второй Когда У вас Проблемы С Тонами Вы Все Вот Так Вы Вы Высветляете Вот Так Вот Свет А Тень Наоборот Затемняется Ну Вы Как Упрощаете Это Все Потому что Вам Нужно Чтобы Вот На Таком Отдалении Чтобы Оно Все Сложилось А В Оригинале Оно Не Складывается Это Как раз Потому что Ты Не Понимаешь Где Тонсенка Где Тень И По сути Все То есть И все Что Я Сделаю А здесь Я просто Я нарисовал Ну Как Фотку Башки Этого Я вставил Ну Чтобы Оно Смотрелось Да Я не Хотел Рисовать Я не Люблю Рисовать Я Вставил Фотку Я Вот Здесь Просто Затемнил Потому что Оно Перекрывается Башкой Кабана Я Просто Это Затемнил Я Сделал Ткань Она Просто Обычно Ткань Она Типа Посередине В паховой Зоне В зоне Бикини Она Вылазит А Здесь Она Типа Здесь Вылезла И Почему Так Это Странно Это Либо Надо Объяснять Ну То есть Красно Перекрыть Бошку Кому-то Она Знаешь Держит Бошку И Поэтому Она Здесь Спускается И Поделать Ее Вот Здесь Вот Чтобы У зрителей Не возникало Вопросов Почему Она Там А вот Это Тоже Странная Штука Но Я Ее Просто Ударил Я Не Стал Мучиться По сути Все Вот И Все Что Я Сделал Просто Чтобы Перс Хоть Как-то Работал В Примитивах Ну Все Это Все Как раз То есть Все Наш Четыре Картинки Все Что Я Сегодня Вам Показывал Это Персы Были Именно Про Примитивы Про То Как В Базе Да Мы Помним Вот Эта База В Базе Правим Вещи Для Того Чтобы Персонаж Из Нерабочего Превращался В Рабочий И На этом Мы Закончили Да Цитаты Золотого Фонда Ромы Художник Иллюстратор Ставил фотку Надо запомнить Здорово Я люблю Денежки Получить Да 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 Очень круто Ром Мне Все понравилось Если у вас есть Потрясающе Мы уложились Прямо Полтора Часа У нас есть Даже Пять минут Потрясающих Пять минут За которые Вы можете Что-то невообразимое Спросить Если вы Спросите Одной минутный Вопрос У нас будет Пять вопросов Да Шикарно Либо ничего Да Вы обязательно Спрашивайте Любой вопрос Который у вас есть У меня Наверное Такой вот Личный вопрос Просто у меня Вот личный вопрос О том Думал ли ты Когда-нибудь О том Чтобы Там Экспериментировать С 3D Вот Был ли у тебя Лично желание Чтобы там Ворваться Там В мир 3D Попробовать Потому что Знаешь Есть такая Как-то сказать Хочу сказать Слово Не теория А просто Очень часто Художники В последнее время Становятся 3D И 3D Становятся Художниками У тебя Не было Никогда Соблазна Там Сидеть Скульптить Каких-нибудь Чуваков Делать 3D Это вот Мой личный Вопрос Я делал 3D Я делал 3D Еще 3 года Назад Или 4 Даже Я не помню Я смотрел Курсы Я учил ZBrush Я учил Blender Но Мне недолго Хватало Потом Что-нибудь Знаешь Какое-нибудь Дело Возникало А потом Я все Никак не мог Вернуться И потом В итоге Забывалось То есть Я 3D У меня даже Я выкладывал Картинки Которые Я собирал Из 3D По-моему Даже на Artstation У меня до сих пор Что-то висит Что из 3D сделано Ну там эти Landscape Какие-то И я до сих Я в этом Господи В Unreal Я еще пробовал Что-то собирать Но Я вообще не разобрался И времени у меня не было И я все время хочу Я да Я хочу Типа я думаю Вот я могу Там знаешь Что-нибудь набашить Прям какой-нибудь Хаос И потом Это хоть как-нибудь Обрисовать И чтобы Ну типа Чтобы у меня вот Была какая-то база Как знаешь Вот в Мир Джорди Например Я пробовал Именно ради этого Чтобы у меня была Какая-то база Потому что мне Например проще Работать Ну вот с картинкой Чужой Я ее правлю У меня получается Результат Мне это получается Гораздо проще И быстрее Чем ну я От своего Чего-то Отталкиваюсь И поэтому И поэтому Я например В Миджор Не пробовал Чтобы у меня Была какая-то Ну основа Которую я могу Потом перерисовать Поэтому Ну я типа Да я хочу 3D Я прям хочу И я надеюсь Что когда-нибудь У меня Наконец-то Будет достаточно сил Чтобы Ворваться Шикарно Шикарно Там От Вопрос Четко По арту Вопрос Называется Как сейчас Получать деньги Из-за границы От заказчиков PayPal ушел На банковский счет Уже не переводить Ладно Давай мы Опустим Вопросы налогов И вообще Я ни слова Про это не скажу Это все Останется На совести И на Ответственности Человек Который Задавал эти вопросы Ты можешь Найти эти вопросы Ответы на эти вопросы В интернете Сейчас много людей Уехало И они в принципе Могут как-то объяснить Конкретно Как получать деньги Едь в любую Другую страну У тебя могут Открыть карту Открывай там карту И переводи туда деньги А потом Криптой Переводи в Россию Да Отлично Коротко Ясно И понятно И еще Ника Спрашивает о том Что Как раз таки Я так понимаю Что это как раз Да Это художница Ника Это ее была Работа Где Красный плащ Да Красный-красный плащ Она как раз таки Спрашивает Чтобы ты ей дал совет О том Как избавиться От дробностей В работе То есть Может быть какие-то советы Да Вот как раз Во-первых Если ты хочешь Избавиться от дробностей Тебе нужно прокачивать Освещение Не тональность А именно освещение Для того Что тебе нужно понимание Где свет Где тень Чтобы ты понимала Что светлее Что темнее Просто тебе нужно Больше тренироваться Например В ЧБ Просто рисуй Больше ЧБ В стадике Именно Я имею ввиду Потом Пробуй Переходить В свои собственные Картины Потому что Именно если Для тебя Это очень важно Потому что Цвет Он подчиняется Всему остальному Это уже Как знаешь Типа последствия Сначала у тебя Идет рисунок Потом у тебя Ну вот Рисунок Это именно построение Да Это линия Линия основы всего Потом у тебя Идет освещение Потом уже Идет тональность И цвет Если у тебя Проблема Ну вот Конкретно Такой совет Да Ситуативный Но который Тебе может помочь Если ты Что-то рисуешь И ты понимаешь Что у тебя Проблема с дробностью Тебе нужно Просто Как я вот говорил Тебе нужно Весь свет Высветлить То есть Ты вот рису Ну ты просто Берешь кисточку Поверх Просто вот Там где у тебя Должен быть свет Ты это все Высветляешь Вот так Ну ты понимаешь Что там Должен быть сменная Как понять свет Я уже сказал Надо практиковаться Либо Ну там На курс ходить Я не знаю В школу ходить Ну В универ Какую-нибудь преподу Смотреть там Я не знаю Гомроды Ну Получать какую-то Теоретическую базу Либо Ну я не знаю Какие-то книжки Может быть Академические Я не знаю Как там Свет вообще Объясняет Или нет Обычно Там же Про построение А тень Ты просто Затемняешь Ну вот так вот Грубо говоря То есть ты просто Детализацию Всю свою Немного Подбиваешь Ну подзабиваешь Упрощаешь Потому что Ну чтобы у тебя Оно пришло Все к чему-то Единому Целому И вот у тебя Появляется Какая-то тень И какой-то Свет Вот ты так Да Например Делаешь И потом Ты уже Опять начинаешь Детализировать Ага Ты опять В какой-то момент Понимаешь Что у тебя Дробно Ты опять То же самое Делаешь И опять Начинаешь Детализировать Чтобы твой Мозг Привык Воспринимать Это все Как единую Картину Именно Света И тени Чтоб ты Понимала Да Ну вот Как например Как вот Первые Картинки Когда хвост Не откроешь Ты ради бога Как я сделал Вот здесь То есть Я когда делал Лицо Я просто Я просто Ну высветлил Вот эту Отчасть И Затемнил Снизу Чтобы у нас Появился Свет То есть У нас Световая Область Вот здесь И Теневая Область Вот здесь И все Просто Именно Из-за того Что я Их Объединил Я объединил Цвет И объединил Тень И поэтому Мы видим Между ними Разницу Потому что У тебя Не может Быть Такого Что Вот здесь Вот у тебя Один тон И такой же Ну то есть Такая же Тональность Как и вот здесь Она В любом случае Должна меняться Так или иначе В какую-то сторону Иначе У тебя Картинка Не сложится Но мы Не говорим Про гиперреализм Да Мы все-таки Говорим Про Стандартный Вот Концепт-арт Иллюстрацию Где мы Как я Много раз Говорил И говорю Мы должны Гиперболизировать Вещи И Тональность И освещение В том числе Для того Чтобы сделать Это читабельным И более интересным Круто Отличный ответ Тебе Спасибо за Воскресный Фидбэк Аминь И Поэтому Я думаю Что через недельку На следующей неделе Воскресенье Также приглашу тебя Будем втроем Сергей у нас будет Давать окружение Если у тебя будет время Присоединишься К нам Поэтому Да Ребят Если у вас есть Работы по окружению Хочу напомнить Наши дискорды Они есть Он есть В описании стрима Ссылочки на Ромин курс На Ромин арт стейшн Также есть Под описанием К этому видео Вот Спасибо еще раз тебе Ром Очень крутые разборки Сейчас Кстати Еще раз Напомню Следующий стрим Я не знаю Когда он будет Там через неделю Через две Скорее всего Я Как сказал Мы возьмем много картинок И я быстренько По ним пробегусь Объяснив еще Какую-то Одну тему Да Поэтому Вы можете Выкладывать картинки Если вы хотите То есть Вы там Если вас нет В дискорде Выкладывайте В контач Я чекаю Периодически Что там происходит Ну в элемент Вот в отдельную папку Потом Если вы В дискорде Скидывайте Вот в дискорд Где я говорил Вот этот мой Закуточек В оверпейнт Ютубовский И Я потом Вот этот пул Выберу И мы Это все Заверпейнтим Быстренько Я там Что-то еще расскажу Да Круто Тогда все Всем Нужно идти отдыхать Всем удачной Рабочей недели Ромчик Ты не отключайся И увидимся уже На новых стримах Ребят Так что Всем пока Всем пока-пока И до скорой встречи Мы еще увидимся Здравствуйте Меня зовут Роман Куприянов И Я концепт-художник Я работал с такими студиями Как Аарон Симс Компани Гринзингир Геймс Нуар Вольта Гримлор Геймс И Некоторыми другими И В этом видео Я бы хотел презентовать Вам мой новый курс Который посвящен Концепт-арту Персонажей Я работал на самых разнообразных проектах В течение, наверное, шести лет На предпродакшене Постпродакшене В кино И, естественно, в играх И Я На основе этого опыта Который я получил Во время работы Я Выстроил Свою Собственную систему Что-то вроде Свода правил и приемов Которыми я руководствуюсь В своей работе И Именно им И будет посвящен этот курс В основном Он рассчитан на новичков У которых нет Уже устоявшейся Прочной Фундаментальной базы Я расскажу о том Как вообще Строится работа Над дизайном персонажа На основе каких-то Конкретных приемов И методов Потом мы Перейдем к Построению К перспективе Потом будет Тональность Освещение И рендер То есть Вся та информация Которая крутится Именно вокруг Создания концепта И это только Основной костяк Будут и Дополнительные темы Например Переработка Референса Совершенно другой Тематики Например Танка В персонажа Работа с референсами Вообще Или Использование ИИ Как базы Для концепта Иначе говоря Костяк курса Составляет Разработка Одного Персонажа От и до А также Дополнительные темы Для того Чтобы углубиться В какие-то Отдельные вопросы Или просто Посмотреть На другие Приемы Так что Я думаю Даже опытные Художники Смогут найти Для себя Что-то новое Отличительная Особенность Это Офлайн курс То есть Вы будете Получать доступ К уже Заранее Записанному Курсу То есть Вы сможете Смотреть его В любое Удобное Для вас Время И без Привязки К онлайн Группам Но при этом У него Будут Разные Доступы То есть На базовом Например Не будет Фидбэков Но на Продвинутых Будут Занятия В группах Или же Личное Обучение В любом Случай Пожалуйста Проверяйте Сайт С курсом Там Вы всегда Сможете Найти Самую Актуальную Информацию И само Собой Вы получите Доступ К Дискорду Элемент Эдишн Где Вы Всегда Сможете Спросить Что-то У вас Интересующее Попросить Помощи Какой-то Проблемой Или Получить Например Доступ К Внутренним Записям Воркшопов И интервью С гостями Художниками Которые Переходили На этот Проект А еще Вы Сможете Участвовать В наших Онлайн Активностях Например В стримах С участниками Курса Или Онлайн Просмотров И конечно Вы можете Всегда Задать Мне Все Интересующие Вас Вопросы Относительно Курса По ссылкам Которые Вы Найдете В описании К этому Видео А именно Вконтакте Или Дискорд Также Там Вы Найдете Как я Уже Говорил Всю Актуальную Информацию Еще Вы Можете Посмотреть Другие Видео С Этого Канала Там Вы Увидите Мою Методику Пребодавания То Есть Несколько Видео Может Помочь Вам Глубже Понять Что Тут Вообще Происходит И на этом Все Спасибо За Ваше Время Я Надеюсь Я Смог Вас Заинтересовать Так Что Возможно Мы Встретимся На Моем Курсе Так Что Не Буду Прощаться До Скорых Встреч И Удачи Продолжение следует